Сейчас мы должны мобилизовать все свои ресурсы для того, чтобы победить на президентских выборах. У меня нет кульков с миллионами евро, у меня нет своих медиахолдингов, у меня нет админресурса, но у меня есть все вы, народ Республики Молдова. Идите к вашим друзьям, соседям, родственникам, призывайте их встать на сторону правды. Чтобы вместе дать стране шанс. Победа на выборах президента, это будет наш первый шаг. Второй шаг. Мы добьемся досрочных парламентских выборов. Мы распустим этот некомпетентный, неквалифицированный парламент, который в основном состоит из коррупционеров, из перебежчиков, из схемщиков, кульков, этих самых одноразовых и всяких других. Далее я хочу вам перечислить несколько очень важных задач, которые я намерен буду решить вскоре после победы на выборах. А именно, добиться суда над Додоном и всеми его подельниками, которые грабили Молдову последнее десятилетие. Требую расследовать деятельность партии социалистов и демократической партии, всех их министров и депутатов, которые обслуживали эту мафиозную коррупционную систему. Эти партии должны быть запрещены. Плохотюк в течение всех лет являлся главным злом для нашей страны. И сегодня, когда многие политики спекулируют и пугают людей, офф, вернется Плохотюк, ой, опять будет все плохо. Послушайте, сегодня Плохотюк, если вернется в страну, он вернется только в наручниках. Но самое главное, отчего пугают людей тем, что вернется Плохотюк, когда все те, кто были у Плохотюка, сегодня работают на Додона, у Додона и вместе с ним находятся в коалиции. Все те инструменты, все те полицейские, все те грязные чиновники, все те схемщики, они сегодня у него в кармане. Если они все сегодня у Додона, чего все пугают Плохотюком? Плохотюк должен ответить за то, что он сделал. Участвовал в краже миллиардов, за то, что сажал людей в тюрьму, за то, что довел до нищеты нашу страну и превратил нас в позор на весь мир. Но они должны будут ответить все. Они должны будут ответить все. И это то, на что сегодня все граждане Молдовы, вне зависимости от национальности, имеют полное право. Я предприму все усилия для того, чтобы сделать возможную экстрадицию Шора, Плохотюка и других, которые сегодня скрываются за пределами Молдовы. Но я также понимаю, что я должен ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией как главный источник коррупции в Молдове. За весь период своей деятельности эта структура участвовала в покровительстве известному во всем мире ландромату. Верхом цинизмом с их стороны было то, что они допустили даже кражу миллиарда из нашей молдавской банковской системы. Из лучших и честных сотрудников Центра по борьбе с коррупцией Министерства внутренних дел, СИБА, прокуратуры я создам новую спецслужбу, которая, по примеру израильского того же МОСАДа мы будем выезжать за рубеж, мы их будем ловить, мы будем их как собак сюда привозить вместе с теми деньгами, которые они украли у нас. И в Центре по борьбе с коррупцией, и в МВТ, и в прокуратуре, и в СИБА есть нормальные ребята. Для этой спецслужбы, сейчас начнут специалисты там критиковать, мне не нужно четырехэтажное здание как в Центре по борьбе с коррупцией. Мне нужно будет служба, в которой будет работать 30 человек. 30 человек с хорошими зарплатами, но самое главное, это будут настоящие патриоты, результаты которых вы увидите очень быстро. Чтоб я не выходил к вам раз в год и говорил, вот это у нас не получилось из-за того, вот это у нас не получилось из-за этого и так далее. Поверьте мне, вот эти 30 ребят, это как 30 партизан, это будут те люди, про которых потом будут писать книги, будут писать историю. Сегодня в Ютубе появляется видео про Массат, раз я его привел как пример, как они уничтожали террористов в мире в течение десятилетий. Те, кто убили спортсменов сборной Израиля на Олимпиаде в Мюнхене и другие преступления. Вот нам нужно такое подразделение, зачем сегодня вот эти 4 этажа с лицами такими, я как бы сам не худой, но там у некоторых из них животы больше, как у некоторых коров на ферме, понимаете, на 9-м месте. Поэтому с этими мы покончим. Я хочу, и не то, что хочу, я это сделаю, я внесу в новый парламент ряд законопроектов об ужесточении борьбы с коррупцией. За коррупционные действия высокопоставленных чиновников, а именно президента, спикера, премьера, членов правительства, судей, мэров городов, минимальный срок заключения будет начинаться от 15 лет. И только так, поверьте мне, все будут ходить на цыпочки. И они не смогут выйти из тюрьмы, условно-досрочно, за примерное поведение или за варежки. У нас будет закон о иллюстрации чиновников, которые сотрудничали с олигархическим режимом. Вы знаете, все прекрасно, я во многих интервью говорил о том, что у меня с детства, со школьных лет, в тот момент, когда развалился Союз, находясь на территории РСФСР, сегодня Россия, у меня с детства два гражданства. Я никогда это не скрывал, в отличие от других политиков, но я буду требовать вести закон, занимать высшие должности в государстве всем лицам с двойным гражданством. И я первый пойду отказываться, потому что, если ты служишь стране, ты должен быть только гражданином нашей страны. Я много раз говорил о том, что у нас есть проблема с незаконными постройками, незаконными приватизацией. Поэтому этот закон также будет, законопроект, будет предложен к распортерению в парламенте среди первых. Я также хочу предложить парламенту запрет продажи земельных участков под коммерческие объекты на территории населенных пунктов. Те, кто был в Дубае, те, кто видел разные новости, фильмы про Дубай, чтобы вы знали, в Дубае ничего не продается, они сдают в аренду, потому что у нас очень многие буржуи просто за копейки сегодня платят аренду, имеют рестораны, торговые центры. А в это время наша страна и наш народ, к сожалению, нищают. Поэтому платить будут все и платить по коммерческим ценам. Вы все видели ситуацию месяц назад в муниципальном совете? Привожу пример. Одна из заправок хотела приватизировать на одной из центральных улиц 20 соток земли и должны были за это заплатить 170 тысяч лея за 20 соток. Сегодня коммерческая стоимость этой земли 200 тысяч евро. Когда меня начали критиковать, что вот Усатый продает в 20 раз дешевле землю под заправку, это не так. Чтобы вы знали, вот эти 168 тысяч леи, это максимальная цена, которую мэрия может установить по закону. Потому что если пустой участок, его можно продавать через аукцион, то участок, на котором существует уже какой-то объект, мы можем продать сегодня только по коэффициенту, который опять же решили центральные власти. Вы представляете себе, если бы этот участок продали не за 10 тысяч евро, а за 200. Но я против любых продаж. Все эти крупные компании должны платить аренду. Мне жалуются бельчане из-за разных заводов, которые сегодня находятся в центре города. Сегодня они платят копейки, но часть бельчан задыхается. А самое страшное, что в такой же ситуации находятся очень многие города и села в нашей стране.